Об этой собаке я узнала от своей знакомой. Оказалось, что несколько дней Питбуль бродил по городу в одиночестве, в то время как раз стояли сильные морозы. Нашелся человек, который пожалел его и взял к себе. Спокойная жизнь у собаки продлилась лишь несколько дней, человек открыл для себя, что не любят животных. Мужчина требует забрать Питбуля, угрожая, что иначе он окажется там, где и был раньше, на улице. Короткошерстный Питбуль все это время жил в будке на улице, назвать такую жизнь нормальной сложно. Знакомая забрала собаку, но то, в каком состоянии было животное, повергло ее в шок. Он весь в ранах, кажется, что его по спине лопатой били, а об морду кто-то затушил несколько окурков. Дальнейшую речь моей собеседницы невозможно передать из-за цензуры. Мои ответы также были наполнены негодованием и словами, которые нельзя публиковать. Что собаке нужна помощь, но также понимала, что у меня для этого нет средств, сил и места. Я отчаянно молила, чтобы Питбулю смогли найти передержку. Искать новое место пришлось экстренно, к вечеру хозяйку собаки нашли, но, оказалось, что это не конец истории. Уже на следующее утро знакомая вновь позвонила. Эта женщина мне в шесть набрала и сказала, что я или до обеда забираю собаку, или она окажется на улице. В такой мороз она на улице не выдержит, может ты сможешь ненадолго у себя в подвале пристроить. Я не смогла отказать. Дома у нас перенаселение, но это не стало для меня помехой. Я все еще привожу животных, заставляя своих близких страдать от моей доброты. Подвал у нас большой, выстроен из бетонных плит. В нем прохладно, но не мороз, несколько дней пожить можно. Несколько дней в этом подвале жили многие, даже ворона была здесь на передержке. Пока готовим место, но верим, что скоро найдем собаке постоянный дом.